О возможных сценариях развития ситуации в Сирии мы поговорим с нашим гостем на студии председатель Исламского комитета России, общественный и политический деятель Гейдар Джамаль. Гейдар, здравствуйте. Ну и понятно, первый вопрос, хотя с небольшим отступлением. Вот из Великобритании пришло срочное сообщение, прозвучало заявление, что у Британии есть юридические основания для операции даже без разрешения ООН, даже при запрете ООН Британия и готовы нанести удар. Будет война или нет? И можно ли это назвать войной настолько неравной силой? Главная задача, скажем так, Евросоюза, а точнее международной бюрократии, которая опирается на Международный валютный фонд, это втянуть Америку в войну. Обама сопротивляется изо всех сил, потому что он понимает, что принятие решения о ударе по Сирии с его стороны будет означать его конец его политической карьеры. На самом деле за кулисами сирийского конфликта, вот шоу как бы для, так сказать, планеты, стоит очень жесткий конфликт международной бюрократии и Международного валютного фонда с Обамой, который выгнал представителя МВФ с поста руководителя ФРС, поставил Бернанке, а Международный валютный фонд хочет вернуть туда своего человека и получить контроль над печатным долларовым станком. То есть на самом деле это борьба между двумя кланами. Сирия здесь разменная монета. То есть получается, что вот даже вот это письмо, о котором говорили вчера средства массовой информации Соединенных Штатов, письмо неких конгрессменов-республиканцев, письмо предупреждения Обаме о том, что Сирии не угрожает никак Соединенным Штатам, и наносить удар был бы ошибкой, это всего лишь... Обама, который не хочет вторгаться в эту ситуацию, который из-за всей силы хочет избежать необходимости наносить удар по Сирии, что будет для него его концом, и тогда МВФ продавит Саммерса на пост руководителя ФРС, вот он мобилизует всевозможные ресурсы для того, чтобы, так сказать, внятно отказаться от необходимости... Получить обоснование, он ссылается на Россию, на то, что непонятно еще, был ли удар и кем он был нанесен, на письмо конгрессменов, на что угодно. Он не хочет наносить этот удар. Его туда тянут на Аркани. Но вот если все-таки случится этот самый удар, если случится военное вторжение, получится ли война? Потому что, с одной стороны, такая небольшая страна Сирия, даже при всей плотности ее концентрации... Война получится, потому что тогда мы не будем забывать, что рядом существует Израиль, который только и ждет этого начала, чтобы организовать собственные права. По Израилю отдельный вопрос. А потому что, допустим, можно было бы предположить, что Иран ограничится страшными заявлениями, но ему не дадут ограничиться. Израиль не даст Иран ограничиться страшными заявлениями. Он воспользуется сирийской ситуацией, чтобы под шумок совершить антииранские акции. Вы тут предвосхищаете то, что я еще хотел спросить, потому что Израиль, кажется, что местами бежит впереди паровоза. Потому что, как только прозвучало заявление, тут же из Израиля пришла информация, что уже развернуты ракетные комплексы на границе, и они готовы стрелять. Израиль мечтает начать эту войну чужими руками. То есть, идеально было бы, чтобы это сделали Соединенные Штаты. К тому же, Натаньяху никаких теплых чувств не питает к Обаме. Натаньяху прекрасно понимает, что решительный шаг сожжения мостов за собой со стороны Обамы будет означать его конец и, скорее всего, конец демократов в Белом доме. Ну, то есть, получается, ситуация такая, что ракеты развернуты, но первым Израиль вряд ли выстрелит. Ну, если Обама удержится и все-таки окажет достаточное сопротивление и не пойдет на развязывание войны, я подозреваю, что и французы с англичанами не полезут. То есть, по последней ситуации войны все-таки может и не быть? Я думаю, что для этого достаточно высокий шанс. Все упирается в психологическую прочность нынешнего американского президента. Спасибо, Гейдар. На студии был председатель Исламского комитета России, общественный политический деятель Гейдар Джамаль. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!